Весьегонский отремонтирует школу, а в поселке Сележарова дорогу. Губернатор Игорь Руденя провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Какие еще темы волновали жители региона в сюжете нашего корреспондента. Мама двоих детей из Весьегонска, Юлия Старцева, обратилась к главе региона с просьбой в решении вопроса ремонта первого корпуса местной средней общеобразовательной школы. Здание учебного заведения построено в начале 90-х годов прошлого века. И с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Деревянные окна пришли в негодность, из-за чего с наступлением холодов в классах стало недостаточно тепло. Про школу знаю неподнаслышки, сама бываю на родительских собраниях, вижу, как там все происходит. Окна деревянные стоят, поэтому, конечно, они уже пришли за 30 лет в негодность и продувают. Глава региона сообщил, была подана заявка на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета в рамках программы модернизации школьных систем образования на 2024 год. Весьегонская школа вошла в перечень отобранных объектов. Министерство просвещения Российской Федерации нас поддержало, благодаря вашим стараниям, благодаря активной позиции директора, поэтому вам большое спасибо за такой неравнодушный подход. Конкурс планируется провести в ближайшее время, я думаю, в январь месяц. И как только закончатся занятия, то можно будет начать уже проведение ремонта, в том числе и замену окон. Светлана Кулакова обратилась с вопросом, затрагивающим интересы всех жителей поселка Сележарова. В частности, речь шла о необходимости ремонта центральной дороги от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. Из года в год ремонтируется, происходит ямочный ремонт, но она все равно сходит снег, сходит асфальт. В общем-то, центральная дорога проходит, такие важные, вернее, находятся объекты. Это и детские сады, и школа, туристическое у нас вообще направление. Люди едут, значит, с Москвы, с Санкт-Петербурга, потому что мимо нас проезжают на озеро Селигер. Игорь Руденя сообщил, что дорога внесена в план работ на следующий год. Там будет сплошное перекрытие асфальтом, ремонт тротуаров и освещение, по-моему, если не ошибаюсь. Поэтому планируем сделать все в следующем году. Деньги у нас на это дело выделены. Учитель русского языка и литературы Надежда Цветкова из Торопца во время личного приема граждан обратилась к главе региона с предложением модернизировать центральную библиотеку города. По словам Надежды, библиотека морально устарела. С библиотекой она, можно сказать, старая. Там нужно, я считаю, купить новую, удобную, современную мебель, различные современные интерактивные устройства для детей и подростков, чтобы они могли прийти и заняться полезным делом. По решению губернатора библиотеку отремонтируют в следующем году. Будет приобретено интерактивное оборудование, компьютерная и мультимедийная техника, комфортная мебель и обновлен книжный фонд. Продолжение следует...